Ребята, всем привет! Вы снова на канале Роллинг Мото, а у нас на обзоре КЛК 6Л 2020 модельного года. Конечно же, это эндуро мотоцикл с колесной формулой 2118. Но начнем мы, как всегда, конечно же, с двигателя. Здесь установлен двигатель производства компании Зангшен, имеет маркировку 177 мм. Это 4 клапана на цилиндр, 250 кубических сантиметров, мощь, надежность, 27 лошадиных сил и, конечно же, гора крутящего момента. Шестиступенчатая КПП. Можно как в кросс, так и участвовать даже в супермото. Не буду говорить по дороге, потому что мотоцикл для этого не оборудован. Но сейчас не об этом. По поводу системы питания могу сказать, что это карбюратор производства компании Джинке. Это очень точная копия, на самом деле, Деор 34. Это достаточно хороший, качественный карбюратор. Легко настраивается, работает. Из удобного, могу сказать, что хорошо запускается. А вот воздушный фильтр здесь очень удобный и интересно спрятан. Я сейчас возьму в руки вспомогательное устройство. Называется это крестовая отвертка. Легким движением руки мы откручиваем болтик, винтик, как это правильно называется. Донесусь, как это правильно называется. И мы получаем доступ в воздушный фильтр, который легко и удобно монтируется. Сняли защелки, достаем. Здесь у нас установлены SDI и, конечно же, аккумулятор. Для того, чтобы заменить эмакулятор, надо будет, конечно же, скинуть сидушку, но не об этом. Очень удобное обслуживание воздушного фильтра. Это легко, просто, качественный фильтр-бокс, хороший патрубок. Пока я закручиваю и устанавливаю обратно, я вам хотел бы рассказать по поводу рамы. Это уже известная рама, так же, как и пластик образца КТМ 2015 модельного года. Геометрия у него, можно сказать, точь-в-точь повторяет оригинал. Естественно, эта рама стальная, это достаточно большой плюс. Маятник у него алюминиевый, это, в общем-то, можно заметить. Ну и, конечно же, задний подрамник, он также стальной, прикручен на нескольких болтах, имеет достаточно, да, такую продолговатую длинную форму. Заканчивается этот, у нас подрамник где-то примерно здесь. Соответственно, пластик очень мягкий, очень гибкий. И при падении, да, когда вы там делаете курву, не ломает подрамник. То есть пластик мягкий как в ту, так и в иную сторону. Соответственно, можно поставить пластик, если вы где-то найдете там от оригинального КТМа, боковые крюшки, также имеют хороший надежный пластик. Еще из плюсов могу сказать, что здесь уже установлена защита картера. Она, да, такая простая, не ушковатая, как сейчас популярно, но, в общем-то, это приятное дополнение, которое вы получаете в комплекте. Это действительно круто. А по раме и всему остальному, вы обратите внимание, что здесь даже траверсы фрезерованные. Согласитесь, это достаточно большой плюс. Ну, конечно же, теперь перейдем к нашему любимому вопросу в эндуро. Это подвеска. А по подвеске у нас здесь все более чем круто. 930-е амортизаторы от компании ККЕ. Все уже их любят. Проверенная, надежная тема. Имеет полный спектр регулировок, жесткости, сжатия, отбоя. Соответственно, она помягче, чем Fastace. Попроще настраивается и подойдет больше для эндуро. То есть, я сейчас скажу, такой мотоцикл есть в семье. Уже, сколько? Да, больше года. Мы как раз с 19-го модельного года. И могу сказать, что более чем довольны. Действительно, очень крутой мопед. Все легко, просто и самое главное, мягко. Ну, а задний аморт достоин отдельного упоминания. Задний аморт, конечно же, здесь 480 Fastace. Также с полностью всеми-всеми необходимыми регулировками. Конечно же, установлена прогрессия. Здесь это выделено даже красным таким рычагом. Красный, значит, гоночный. По поводу работы подвески вообще никаких нареканий. Это идеальная комбинация, когда у тебя спереди SZC помягче и сзади чуть пожестче Fastace, который прекрасно настраивается. Тут в этом плане все очень и очень круто. Перейдем, конечно же, к тормозной системе. А спереди двухпоршневый суппорт. Классический, да, такой, как можно сказать, назовем его подпердайковские колодки. Но здесь уже установлены, как вы видите, такие, да, усиленные колодки. Они тормозят очень-очень хорошо, когда вы выезжаете даже на сырых колодках и на сыром тормозном диске из грязи. Ну, а сзади, естественно, однопоршневый суппорт. Уже по традиции, естественно, с РФ-образца, да. Все, что нужно, ничего лишнего. Что еще важно для эндуро? Это, естественно, колеса. По колесам здесь все более чем достойно. Толстый алюминиевый лобот. Буксаторы. Классическая литая ступица. И, конечно же, резина Yingsin. На самом деле резина, вот сзади этот баллон, достаточно клевый. Высокая шашка, у него средняя жесткость. 110-ка. Все, что нужно, да, для начинающего эндуриста здесь есть. Спереди все то же самое. Резина Yingsin. Алюминиевый лобот. Конечно же, наши любимые буксаторы. Куда же без них. Ну, соответственно, классическая у нас уже литая ступица. Все, что нужно, здесь, конечно же, есть. Ну, а теперь давайте поговорим о навесном оборудовании. Почему же это L? И зачем и почему. У нас есть передняя фара для того, чтобы вечером можно было возвращаться по лесу. Это действительно удобно. Замок зажигания, конечно же, трехпозиционный. Выключено зажигание, включено и включено с фарой. Обязательно установлен счетчик моточасов, потому что это очень важно. Вовремя обслуживать свою технику. Естественно, счетчик моточасов работает еще и как тахометр. Это большой плюс для компании Kaya. Рычаг, сцепление, тормоза, все классически. Плюсом могу сказать, что подсос выведен тросиком. И это действительно удобно, да. То есть не нужно весь куда-то дергать. Посмотрите, как работает. Когда ты сидишь на морщике, что-то не заводит, хоп, ты на него прыгнул, завел. Найс. Грипсы классические. Такие, да, средней жесткости. В общем, в целом, ничего такого, да, плохого не могу сказать. 28-й руль толстостенный. Подушка для того, чтобы никуда не удариться. Бак, кстати, у нас здесь на честных 8,2 литра. Пластиковая крышка бака. И она, как видите, да, она идет со смещением. Это не бак, это фича, так должно быть. Пластиковая защита. Здесь уже идет на радиаторах, кстати, достаточно достойная. По выпускной системе могу сказать, что все очень-очень даже приятно. Мне нравится этот глушитель, когда он без резонатора, как здесь. Звучит более чем приятно. Да, он в меру громкий, но при этом он еще, если у него такая вот породистая, это басовитость. Что, в общем, в целом хочется сказать про данный мотоцикл. Со своей бы любовью могу сказать, что это один из самых удачных мотоциклов от компании Kaya. Потому что здесь идеальный баланс мощности, надежности и, конечно же, цены. Тут вы не платите, там, да, за, например, тупую подвеску Fastace, которая вам особо-то сильно в лесу-то и не нужна. Вы получаете комфортную, мягкую подвеску. Но при этом можно, как сказать, да, выступать в интернер-соревнованиях. Ну что, подведем итоги, да, поговорим о том, что за мотоцикл, какие, в общем, в целом от него впечатления. Впечатления, конечно же, приятные. Я смотрюсь на мотоцикле достаточно удачно. Мой рост 173. Я сейчас, видите, да, мысочками достаю обеими ногами до земли. Я могу сказать, что это достаточно комфортно. Посадка более чем удобная. То есть, да, органы управления у меня достаточно в комфортном расстоянии. То есть, не близко, не далеко. Все клево. Ноги, как вы видите, да, все стоит на подножках, на мысочках. Все достаточно правильно. Как раз там коленки около бака. Для кого данный мотоцикл? Для тех, кто уже попробовал, например, там, 169-й, 172-й моторы. Кто хочет больше мощности. Кто хочет такие, да, вот, более веселые, подвесонные, интересную эргономику. Ну и, конечно же, прикоснуться, да, к тюнингу 177-го мотора. Потому что о тюнинге 177-го мотора мы, да, будем говорить много чуть позже. Даже дольше. Потому что мотор имеет достаточно большой потенциал. И К6Л – это отличная база. Вы приобретаете за сравнительно невысокую стоимость этот мотоцикл. Здесь у вас уже в базе все есть, все, что необходимо. Чуть позже, да, вы набираетесь опыта и хотите ехать быстрее. Вы сюда устанавливаете трехсотую поршневую, ставите больше карбюратора и начинаете на нем ехать еще быстрее. К6Л – это лучший эндурик, да, на котором вот базово стоит кататься. Если вы там катались когда-то на питбайке, вы понимаете, что там 150-ки вам уже мало и вы хотите сразу много мощности. Чтобы вы открывали газ, он вам приятно из-под себя выдергивал. То, ребята, советую обратить внимание на К6Л. Идеальное соотношение цены, качества и необходимых вам вещей. Вы получаете в базе все то, что вам только нужно. Не платите за лишние допы, никаких ненужных там защит рычагов, потому что вы ее выберете и подберете сами. Ну и, конечно же, графика. Графика у данного мотика действительно интересная. Сочный оранжевый, нежно-голубой, ну и, конечно же, черный классические цвета. Поэтому, если ты уже решил начать свой путь в серьезном эндуро, заходи на наш сайт www.rollingmoto.ru Выбирай, заказывай и катайся вместе с нами. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok